Копенгаген Копенгаген выглядел предпочтительнее и в четвертом раунде даже отправил чемпиона на стил ринга тяжелым ударом в челюсть. Но Нельсон смог восстановиться и даже завладел преимуществом в поединке после экватора. Британец с точными комбинациями все чаще доставал голову соперника. В восьмом раунде после очередной атаки чемпиона претендент оказался на конвасе и не сумел встать до завершения отсчета рефери. В итоге судья в ринге зафиксировал досрочную победу Джонни Нельсона. 6 апреля 2008 года в Киссон-Сити, Филиппины, чемпион мира в легчайшем весе по версии WBO, филиппинец Джерри Пиньялоса провел первую защиту принадлежавшего ему титула. Его соперником стал тайец Ратанчай Сор Варапин. Стоит отметить, что это была их вторая встреча. За восемь лет до этого Пиньялоса победил Варапина техническим нокаутом в шестом раунде. В реванше чемпион работал агрессивно и первым номером. Его удары были эффективны и несколько раз серьезно потрясали тайца. В восьмом раунде после тяжелого точного попадания от Пиньялосы претендент оказался на настиле ринга и рефери тут же остановил практически односторонний поединок. Досрочная победа Джерри и Пиньялосы и успешная защита мирового титула. 6 апреля 2012 года в Токио, Япония местный чемпион мира в легчайшем весе по версии WBC Шинсук Ямонако провел первую защиту принадлежавшего ему титула. Его соперником стал бывший абсолютный чемпион мира в на легчайшем весе армянин Вик Дорчинян. Начало поединка прошло с преимуществом агрессивного Дорчиняна, но ближе к экватору, на действиях претендента стала сказываться усталость, чем успешно воспользовался Ямонако. Финальные раунды прошли с явным превосходством японца, его атаки были разнообразны и точны, а многие удары потрясали армянского боксера. В итоге 12-раундовое противостояние завершилось победой Шинсуки Ямонако единогласным решением судей. 6 апреля 2013 года в Макао, Китай, Чемпион мира в на легчайшем весе по версиям WBA и WBO, американец Брайан Вилория, вышел на ринг, чтобы провести очередную защиту принадлежавших ему титулов. Его соперником стал мексиканец Хуан Франциско Эстрада. Первая половина поединка прошла в конкурентной борьбе. Оба боксера стремились нанести как можно больший урон сопернику, вкладываясь в каждый удар. Эстрада сосредоточил свои атаки на корпус Вилории, и это привело к тому, что в поздних раундах чемпион явно уступал претенденту в скорости и выносливости. И в итоге эта тактика принесла мексиканцу успех. Хуан Франциско Эстрада выиграл раздельным решением судей и завоевал сразу два мировых титула.